итак на прошлом уроке мы разобрали создание скелета что такое кости joint и создали наш ик handle с помощью которого удобно можно анимировать давайте теперь поговорим про контроллеры с помощью которых мы будем двигать наш скелет и ик handle я думаю все кто смотрел видеоролики про риггинг видел что на персонажи навешаны куча цветных всяких кружочков кубиков там разных форм кривых так вот на самом деле нету определенного какого-то вообще признанного правила по поводу форм этих кривых каждый делает риг и форму этой кривых как ему заблагорассудится как он считает удобно и красиво но мы будем создавать не какие-нибудь самые простые локаторы потому что оно это слишком там по ним ничего не видно непонятно мы будем делать это с помощью nerps кривых давайте создадим кривую create nerps primitives circle а именно с кругом создали круг давайте его переместим хип так что так как хип это будет наша основная точка за которой мы будем двигать все нашего персонажа и то чтобы быстро очень переместить нашу кривую центр хипа есть привязки насколько вы помните для этого нужно зажать клавишу в активизировать режим привязка и мы можем удобно очень привязывать ну вот давайте чуть-чуть увеличим видите на наш главный контроллер сколько можем видеть у нас появились атрибуты translate так как у кривая имеет какое-то перемещение перемещение относительно центр координат и скейл так как я ее увеличил соответственно нам насколько мы помним нужно быть аккуратным со скейлом и наш translate нам не нужно чтобы здесь были не обнуленные значения нам нужно их обнулить давайте зайдем в меню modify freeze transformation с помощью этой команды можно обнулить все наши атрибуты translator trade scale вот мы можем даже видеть галочки ставим по умолчанию нажимаем freeze transformation видим что у нас на данный момент transform geometry 1 нода создана и есть еще make merp circle 1 нода это нода отвечающая за создание самой кривой соответственно нам в inputs в истории нам на самом деле не нужны лишние ноды тоже следите за этим потому что мы будем создавать все больше и больше контроллеров и чем больше такого мусора ненужного тем больше может быть вариант какой-то ошибки у вас или крик будет банально тормозить из-за некоторых неправильных действий поэтому сразу же заходим edit delete by type history и удаляем очень удобное сочетание клавиш которые я вам рекомендую к выучиванию это alt shift d то есть вот давайте отмотаем назад вот еще история не удалена нажмем alt shift d и история удаляется это намного удобнее потому что вам часто придется создавать все новые и новые кривые там или еще какие-то объекты и вам будет проще намного пользоваться этим сочетанием клавиш история частица часто хорошо мы создали с вами первый первую кривую давайте теперь создадим остальные нажмем control d зажмем привязку переместим чуть уменьшим так как это у нас не главный контроллер а дальше спина всего лишь опять нажмем control d нажмем привязку переместим то есть напомню control d копирует объект и еще раз нажмем control d привязку переместим давайте теперь посмотрим что получилось все объекты которые были созданы первый да он имеет обнуленные у нас трансформы последующие нас объекты имеют не обнуленные трансформы нам тоже нужно будет их обнулить но для начала нам нужно поместить их в нужную иерархию то есть у нас же задача сделать так чтобы когда мы двигаем этот контроллер за ним двигались все остальные правильно ведь позвоночник у нас же ну как бы жестко прикреплен не может быть такого что мы двигаем тазом а позвоночник остается на месте соответственно нам нужно построить иерархию делать это просто примерно как с костями выделяем верхний контроллер выделяем родительский нажимаем p parent теперь опять этот parent и теперь опять этот parent и можно открыть посмотреть что все кривые попали друг другу в иерархию как кость теперь если мы тянем за 1 тянутся все остальные вопрос об обнуление все же до сих пор у нас не решен поэтому давайте выделим все раз зажмем shift 2 3 и давайте их зафризим все теперь у каждого протейт обнулены не не забываем про это далее давайте создадим контроллер на ногу что нас больше всего интересует ведь здесь у нас есть и к опять же чтобы заново не создавать кривую просто выделим вот самую конечную нажмем control d ну как можно видеть она создалась в иерархии предыдущей поэтому мы просто ее выносим можем нажать shift p это напоминаю выносит из иерархии или просто мышкой перетянуть колесико все кривая у нас уже отдельно от всей иерархии и можем сделать не что хотим зажмем в опять сработала привязка и чуть-чуть уменьшим ее размер напомню что привязка срабатывает только в том случае но именно к джойн там или к другим объектам к вертексом например когда у вас вот здесь фильтрах активирован например если мы хотим привязать к джойн там здесь должен быть целых joint object активирован иначе он будет игнорировать джойн ты и вы не сможете привязаться поэтому смотрите если у вас не работает привязка проверьте ваши фильтры давайте зафризим так ну и дальше самое интересное ведь здесь у нас и к что нам делать с этим и вообще что делать нам со всеми этими контроллерами как сделать так чтобы двигая вот этот контроллер двигался скелет персонажа для этого как раз и существует constrain и о чем мы сегодня и поговорим то есть конечно же есть способ можно выделить всего нашего персонажа можно выделить эту кривую нажать п то есть мы добавим в parent да и вот так двигать но на самом деле если с hips это еще прокатывает то есть так или еще можно работать то например дальше с со спайном так уже не поработаешь если мы попробуем допустим вот этот вот спайн добавить в иерархию сюда мы можем видеть что сразу же разорвется соединение между костями потому что мы сделали родительским объектом мы сделали кривую соответственно кости между собой уже разорваны они находятся в разных местах вот если мы допустим зайдем посмотрим где у нас находится кость у нас кость находится в кривой соответственно естественно никакой связи нет поэтому давайте назад отмотаем вообще даже до сюда вот и сделаем так как это должно быть как это делается с помощью constrain находим вверху меню constrain давайте вынесем его сюда потому что мы чуть больше о нем поговорим и назначим первый constrain смотрите если мы парентим то вначале нужно выделять дочерний объект а вторым нужно выделять родительский объект и нажимать п тогда у вас сработала связь иерархическая но с constrain запомните это наоборот всегда чтобы задать какой объект будет на какой влиять нужно вначале выделить родительский а потом только дочерний у constrain на самом деле нет родительский дочерний есть просто это два независимых остается все равно два независимых объекта просто мы между ними создаем определенную связь давайте выделим вначале кривую теперь выделим вторую наш хип и посмотрим в раздел constrain на самом деле нам важны только первых три constrain и последний constrain scale можете сразу забыть вы не будете пользоваться constrain aim интересный constrain и он иногда вам будет нужен будет помогать но о нем мы поговорим попозже для начала разберем самый первый constrain это parent давайте сделаем настройки здесь мы можем видеть много непонятных настроек но сразу скажу что внизу это галочки указывающие по каким осям будут как сказать может будут слушаться наши наш дочерний объект будет слушаться родительского если допустим я поставлю здесь x и y то при перемещении нашей кривой скелет будет двигаться только по оси x или y а по z двигаться не будет так точно так же и с ротейтом соответственно если я буду вращать наш контроллер по оси примеру x то кости будет повторять движение а есть по оси y и z то не будет здесь мы ставим all чтобы все работало и очень важная кнопочка это maintain of set когда мы первый раз запускаем my в некоторых constrain например таких как orient по возможной point эта галочка не стоит и я сейчас не буду вдаваться на подробности что она означает но для того чтобы не было никаких проблем и constrain создался без всяких прыжков и глюков для вас непонятных вот эта галочка должна стоять в двух словах она заставляет два объекта которые находятся рядом просто между собой взаимодействовать и при этом у них остаются свои локальные координаты как в которых они были об этом позже нажимаем это все constrain создан вверху у дочернего объекта атрибуты translateRotate окрасили синим это цвет означает что constrain создан если мы зайдем в наш хип joint7 это наш хип то тоже увидим здесь созданную ноду constrain чтобы включать и отключать constrain у нас есть атрибут нарп-circle1w0 он на самом деле называется всегда по-разному от название зависит от того какой у нас родительский контроллер то есть вот нас родительский контроллер это наш нарп-circle соответственно здесь и название нарп-circle вот сейчас стоит единичка это означает что constrain работает и давайте проверим выделим наш хип контроллер хипа и подвигаем мы можем видеть что скелет открасился фиолетовым это значит что есть здесь взаимосвязь создан constrain можем видеть что двигается если мы повращаем что еще и вращается но если допустим мы выделим constrain и здесь поставим ноль и будем вращать то оказывается что скелет не вращается давайте обратно поставим единичку сделано это для того что если вы хотите например от какого-то другого объекта тоже на этот хип назначить constrain то с помощью constrain ну здесь появится еще одна строка с названием вашего второго контроллера с помощью вот этих вот параметров вы можете назначать какой из контроллеров будет данный момент в приоритете каком кадре он например будет работать этот а в каком кадре анимации у вас будут работать другой контроллер такое нужно иногда когда к примеру вы хотите перебросить оружие персонажа из левой руки в правую и нужно указать за какой рукой двигаться будет оружие за левой или за правой сейчас мы просто разберем создание constrain как они ведут себя давайте дальше создадим тоже constrain и объясню здесь мы создавали parent constrain parent нам дает возможность перемещать и вращать объект дальше нам не нужно перемещать ведь позвоночник же не растягиваются от человека соответственно нам достаточно создать только orient constrain выделим главный объект выделим подопечный объект зайдем настройки orient здесь тоже мы можем видеть те же самые настройки и тоже можем видим maintain offset если мы сбросим видим что наша галочка пропала соответственно если мы сейчас создадим constrain мы вы можете видеть что скелет скелет повернулся на 90 градусов на самом деле на самом деле почему он повернулся на 90 градусов насколько вы помните кости находятся в иерархии то есть каждая последующая кость она находится выше 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 если где-то у вас например на какой-то из костей стоит где-то не обнуленный rotate или не обнуленный rotate axis или joint orient то все ваши последующие кости в иерархии они как бы принимают это значение то есть они как бы тоже можно сказать повернуты на 90 градусов но здесь это значение не прописывается потому что они находятся как бы под родителем соответственно если мы отмотаем назад и вот выделим hip мы можем видеть что у хипа joint orient стоит 90 соответственно если здесь допустим выделить и назначить orient constraint без галочки maintain offset то мы видим что rotate z приобрел тоже значение минус 90 то есть он получил это значение от своего родителя поэтому нам так как нам ломает это весь наш скелет нам это не нужно давайте отмотаем назад и поставим галочку maintain offset вот и соответственно советую вам все время с ней ставить constraint и для вас это будет удобно нажимаем опять выделяем второй нажимаем add как мы можем видеть что произошло constraint создался но скелет не потерял своей формы давайте следующий точно так же сделаем orient и следующий внимательно грудную кость orient теперь если мы повращаем мы можем видеть что вращаются и кости тоже если мы будем даже выделять несколько навременно контроллеров будем вращать и можем видеть как наклоняется скелет давайте перейдем к самой интересной части это наш и к handle что нам здесь нужно делать насколько мы помним по предыдущему уроку и к handle мы только перемещаем мы не можем его вращать потому что это не приводит никаким результатом как же тогда сделать так чтобы при перемещении вот этого контроллера ноги у нас его можно было также и вращать и чтобы нога и перемещалась и вращалась делается это просто для того чтобы просто задействовать перемещение к handle у нас есть point constraint я сейчас объясню какое отличие какое отличие между point и parent ну давайте вначале поставим его опять насколько мы можем видеть здесь стоит галочка если ее не поставить могут произойти некоторые трансформации может что-то куда-то улететь зависимости от вот этих значений transform поэтому мы ставим галочку maintain of set опять еще раз для запоминания первым выделяем родительским вторым дочерним нажимаем add мы можем видеть что на ик handle просто проставились синие вот эти вот полосочки на translate это означает что создан constraint также вот он здесь появился теперь если мы двигаем за контроллер нас двигается нога но вращение до сих пор нет давайте добавим его опять же это у нас родительский и выделим кость то есть кость у нас будет выступать в роли вращения и нажмем orient то есть добавим orient constraint выделим кость зайдем посмотрим здесь создан orient constraint давайте покрутим как мы можем видеть нога двигается также она перемещается мы можем ее перемещать можем двигать намного удобнее также очень интересной особенность является то что если мы за хип будем тянуть вниз то человек будет приседать и нога будет правильно двигаться ну конечно же вверх при растяжении она будет неправильно двигаться ну и точно также при вращении домашним заданием будет создать несколько кривых как это здесь добавить их в иерархию сделать freeze transformation удалить историю приучиться делать это с помощью горячей клавиш alt shift d дальше создать контроллер стопы и назначить constraint point на ик handle и constraint orient на нашу кость а сейчас как бонус напоследок я вам объясню какая разница между parent constraint point и orient в следующем уроке мы раз быстренько разберем что такое пол вектор когда вы уже разберетесь с этим всем и что такое aim constraint так значит чем отличается от parent constraint point и orient давайте создадим куб давайте создадим уберем уделение создадим сферу и быстренько назначим допустим куб будет управлять сферой назначим parent теперь мы можем перемещать куб сфера будет тоже перемещаться можем вращать сфера будет вращаться но как мы видим работает это примерно наподобие как иерархия если удалить parent constraint и добавить сферу куб и повращать будет то же самое то есть parent работает как parent но что же будет если назначить допустим point назначаем point вращаем конечно же ничего не происходит потому что point у нас падает только на транслейты давайте попробуем переместим но point все перемещает то есть point по сути почти то же самое что и parent но без ротейтов но давайте назначим ротейты вроде то же самое назначаем orient rotate вроде все то же самое как и в паренте но если мы сейчас будем перемещать куб то все это работает как паренте но если мы начнем его вращать можем видеть что сфера сфера наша вращается не относительно куба а вокруг своей оси это крайне удобные вещи эти крайне удобные констрейны в дальнейшем расскажу почему вот так отработают констрейны